Ежегодно 25 сентября отмечается Международный День Глухих. В преддверии этой даты мы решили рассказать историю Александра Михур, человека, который не опустил руки даже после того, как ей поставили тяжелый диагноз. О трудной судьбе сильного человека смотрите в репортаже моих коллег. Как часто хочется послушать тишину, чтобы проникнуться звуками природы, отдохнуть от слиты. Но если представить хотя бы на пять минут, что можно оказаться в полнейшей тишине, без единого звука. Кажется, можно сойти с ума. Александре Михур знакомо это чувство. Более того, за всю свою жизнь она к нему уже привыкла. Девушка лишилась слуха еще в детстве, заболела отидом. Серьезные осложнения привели к глухоте. Раньше обследований особых не было. Когда снизился слух, сразу не заметили. И только через время, когда уже именно стало заметно, тогда обратили внимание, что совершенно стал отсутствовать слух. Но у тебя совсем нету слуха. Сверх мощный аппарат. Когда делают обследование полностью, там какие-то звуки проходят в мозг, но из окружающей среды, к сожалению, в обычной обстановке она не слышит. Понимать по взгляду, движению губ и жестам Александра научилась еще в детстве. Несмотря на то, что из многогранных звуков окружающего мира Александра не слышит ни одного, она все же окончила обычную школу. В садике для глухих научили, очень хороший учитель научил читать по губам. Это именно должен быть грамотный специалист. К счастью, нашли подход. И папа с мамой постарались, и именно и дома помогали, именно объясняли, как, что. А училась в массовой школе, общалась с детьми, с верстниками, со всеми слышащими, кто говорит нормально, и, естественно, за много лет привыкаешь к этому. Повзрослев, Александра вышла замуж, родила двух дочерей. Она стала активно участвовать в жизни славянского местного отделения Всероссийского общества глухих. Там она обрела новых друзей и единомышленников. Александра настолько хорошо адаптировалась в обществе, что не все и не сразу могут заметить её недуг. Я несколько месяцев не могла понять, что она полностью глухая. Она до такой степени легко читает с губ. И речь относительно понятная для меня, что только через несколько месяцев я узнала, что у неё отсутствие слуха полностью. Для меня это было удивление, потому что не заметить этого было трудно. А тут разобщались мы, когда она стала рассказывать. И она мне уже сделала сама замечание, говорит, не надо мне громче, я всё равно не слышу. Я говорю, ну я всё равно привыкла. Она, нет, 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 у меня полностью нету слуха. И шок был прям очень сильный. Александра не любит сидеть без дела. А потому в свободное время она занимается лоскутным шитьём. Готовые изделия, в основном это заколки для волос и ободки, она использует, когда делает прически своим девочкам. Складывает атласные ленты, треугольники. Получается липец ток. Потом обрезаются лишние нитки. Слепые оторваны от предметов, глухие от людей, писала известная американская слепоглухая писательница. Этим всё сказано. Жизнь перенасыщена звуковой информацией. Утром встать по будильнику, в магазине объясниться с продавцом, в учреждении поговорить с чиновником. Этот мир глухим недоступен. Но Александра Мазур довольна миром, в котором живёт. И в работе районного общества глухих принимает самое активное участие и жизни радоваться умеет. Кто знает, может, чтобы научиться такому жизнелюбию, нужно пройти через боль и нелёгкие испытания.